Насколько ты знаком с географией, историей и культурой России? Проверить свои знания в этих областях смогли тысячи человек со всего земного шара. Географический диктант – международная просветительская акция, которая вот уже четвертый год объединяет людей разных возрастов и профессий из различных уголков не только нашей страны, но и зарубежья – Германии, Кореи, Вьетнама, Аргентины, Коста-Рики и многих других. В этом году она впервые прошла и в Щелковском районе. Площадкой проведения стала школа номер 12 имени Валерия Павловича Чкалова. Знать свою страну, знать достопримечательности своей страны, потому что я, когда демоверсию решал на сайте, безумно было интересно, потому что там есть отсылки к классическим произведениям, к Пушкину, к Лермонтову, которые приказаны дали, например, Кавказ, и о чем они писали, о каких ущельях, например. Это все очень полезно знать. Проводится акция «Русским географическим обществом» одной из старейших общественных организаций. Задач диктант – объединить интересующихся географией, экологией, историей и культурой России людей со всего земного шара. Эти знания на самом деле полезны на протяжении всей жизни. Люди иногда забывают, что живут в самой большой стране мира, и в нашей стране столько всего разного, и огромное природное разнообразие культуры, обычаи. И все это – это то, чем мы можем гордиться. Просветительская акция собирает в один день тысячи людей. На этот раз решил принять в ней участие космонавт-испытатель Олег Артемьев. Считаю, что это очень полезная вещь и одно из самых полезных мероприятий, которые, я знаю, у нас в стране проводятся. Наряду с тотальным диктантом, в географическом, первый раз принимаю участие. В тотальном принимал участие два раза из космоса. А с орбиты Международной космической станции космонавт-испытатель Сергей Прокофьев поддержал участников акции через видеообращение. Сегодня на географическом диктанте вы откроете для себя много нового. Удачи вам! Космонавт Роскосмоса Сергей Прокофьев. Вначале небольшая викторина, краткий инструктаж, а уже потом участники приступают к написанию диктанта. Состоял он из двух частей 30 вопросов, на каждой из которых было дано определенное количество времени. Воспользоваться шпаргалкой участникам не было возможности, как и подготовиться к вопросам заранее, ведь задания стали известны лишь в день написания диктанта. В Щелковском районе географический диктант собрал более ста человек от мала до велика. Некоторые пришли целыми семьями. Интересно проверить свои знания, которые когда-то получал в школе, ну и поучаствовать в этом мероприятии. В целом акция оставила приятные впечатления. Узнать же результат можно будет уже после 30 ноября на сайте dictant.rgo.ru. Анна Балиет, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА